всем привет друзья на связи мой компьютер на прошлой неделе мы запустили голосование какую видеокарту рассмотреть и протестировать у нас на канале 2060 супер или 2070 супер голоса разделились проголосовала практически 3000 человек и я решил взять инициативу на себя и взять все таки на тест 2060 супер от гигабайт потому что я считаю что эта видеокарта наиболее оптимальная и более доступна для обычного пользователя да и больше в принципе и не надо тем более для игр full hd и так сегодня мы сравним 2060 супер с моей 2070 супер тоже от гигабайта вот и решим стоит ли эта видеокарта своих денег или легче доплатить пару тысяч и взять ту же 2070 или 2070 супер в комментариях какие игры протестировать вы написали очень большое количество игр включая даже crisis 3 и чтобы всем угодить я купил вот такой вот hdd на 1 терабайт голубой vd чтобы все это дело у нас поместилось потому что в моем случае у меня 512 гигабайт ssd все это дело не вместится и так сейчас давайте спустимся вниз сравним эти две видеокарты как они выглядят что у нас коробки и приступим к тестам поехали из всей суперской линейки с 2060 супер произошли самые масштабные изменения технически это все тот же чип что и был на 2060 и 2070 т у 106 но по сравнению с 2060 ему основательно нарастили мощности и по факту он сильно приблизился карте x 2070 главной проблемой geforce rtx 2060 было остается объем памяти в 6 гигабайт который значительно ограничивает запас прочности ускорителя в играх ближайших лет супер исправили этот недостаток и вместо 6 гигабайт по 192 битному интерфейсу версия супер оснащается 8 гигабайтами памяти и 256 битной шины gddr6 прирост производительности достигается путем повышения количества sm-блоков и сопутствующих структурных модулей в составе gpu частоты графического ядра разрядности шины объема и частоты памяти базовая частота оуси версия от гигабайт составляет 1470 мегагерц а динамическая достигает 1815 мегагерц что на 10 процентов выше каталонного показателя исходя из рекомендаций гигабайт rtx 2060 супер гейминг оуси блок питания должен обладать мощностью не менее 550 вар подсистема питания выполнена по усиленной 6 плюс 2 фазной схеме 6 вас отвечают за питание графического ядра а две предназначены для подсистемы видео памяти напомним что эталонная видеокарта работает по 5 плюс 2 фазной схеме если сравнить характеристики rtx 2070 и 2060 супер от гигабайта то в старшей модели чуть больше куда и тензорных ядер текстурных блоков и на 2 ядра rt но ниже частота и цена выше примерно на 7000 рублей оформление видеокарты весьма сдержанное особенно в сравнении с модификацией 2070 от orus которая светится везде кожух системы охлаждения выполнен из темного пластика и особо не привлекают внимание вычурным дизайном или формами сбоку находится логотип производителя со встроенной rgb подсветкой эллиминацию можно синхронизировать слет подсветкой других совместимых комплектующих обратная сторона видеокарты прикрыта металлической пластиной жесткости она призвана не только улучшить дизайн но и защитить печатную плату от излома под весом массивной системы охлаждения либо вследствие неаккуратного обращения для вывода изображения используется эталонный набор интерфейсов один юсб тайп си один hdmi 20 и 3 дисплей порт максимальное разрешение составляет 7680 на 4320 видеокарта занимает два слота расширения и имеет общую длину 280 миллиметров по длине карты почти равны что не скажешь про толщину 2070 от orus заметно толще и занимает три слота кулер 2060s от гигабайт состоит из крупного трехсекционного радиатора четырех медных 6 миллиметровых трубок и отдельного низкопрофильного радиатора для охлаждения элементов под системой питания и чипов видеопамяти внутри двухслойных теплотрубок находятся канавки с жидкостью для лучшего теплообмена активный обдув радиатора осуществляют три 78 миллиметровых вентилятора центральная вертушка вращается по часовой стрелке а крайний против при низкой температуре gpu вентиляторы не работают вертушки начинают вращаться только после достижения отметки в 60 градусов в режиме простое температура видеокарты не превышала 51 градус что касается конкуренции новых суперов с моделями линейки а мд радион rx 5 700 то сначала получалось так что у них не было прямых соперников с одинаковой ценой но а мд снизила цены в ответ на выход суперов и старшая модель rx 5 700 x t теперь продается ровно по той же цене что и geforce rtx 2060 супер поэтому прямое сравнение нужно делать именно для этой парочки а младшую модель rx 5 700 следует сравнивать скорее с обычной rtx 2060 у меня сейчас нет наличия rx 5 700 x t но мы обязательно приведем сравнение этих видеокарт видео из других источников тестировать карточки будем в паре с 9 700 кей которая охлаждает водянка кулер мастер мл 240l на материнской плате гигабайт z390 аурус про с голдовым блоком питания также от гигабайт на 750 ватт и 16 гигабайтами оперативной памяти ddr4 kingston predator подробнее о моем пк вы можете узнать из отдельного видео обзора на канале вернемся к нашей 2060 супер при автоматическом регулировании скорости вращения вентиляторов в режиме максимальной нагрузки в тесте фурмарк графическое ядро нагрелось до 74 градуса за 15 минут при критическом показателе 89 градусов можно было погонять и дольше но за температурой мы последим в играх перейдем к тестам и начнем синтетики в тесте 3d mark обе видеокарты показали себя хорошо rtx 2070 набрала на 181 попугай больше rtx 2060 супер что равняется четырем с половиной процентов как видите разница не очень-то и велика в бенчмарке вали разница составила 203 балла и 5 кадров в пользу 2070 rtx 2060 супер отстала от нее всего на 4 процента перейдем к играм тестить их будем full hd и 2к разрешение и начнем сразу с жести игра 2013 года легендарный crisis 3 несмотря на свой уже преклонный возраст знатно прогревает современные видеокарты и заставляет их вкалывать как папа карло full hd на максимальных настройках графики обе карты загружены почти на сто процентов несмотря на это фрейм тайм почти ровный время на прорисовку кадров не превышает 15 миллисекунд средний fps 80 для 2060 супер и 85 для 2070 усложним задачу разрешение 2к фрейм тайм уже начинает волноваться время прорисовки кадров увеличилась два раза у 2060 с фрейм тайм менее стабилен оба пациента работают на пределе своих возможностей концу теста средний fps 49 кадров у 2060 с и 51 у 2070 что ж вполне играбельно и примерно одинаковые результаты теперь ассасин скрит из токи когда я запустил бенчмарк ассасина я был слегка удивлен фрейм тайм колбасила изображение замирала а мой 9 700 кей периодически долбился в сотку и тут до меня дошло после установки 2060 супер вместо моей 2070 я сбросил биоса вместе с этим и xmp настройки озу и разгон cpu до 4 9 гигагерц тест был остановлен а я отправился в bios вернуть все в исходное ставим множитель на 49 xmp профиль на 3 200 мегагерц вроде все норм сохраняем и возвращаемся в египет сразу ставим 2к разрешения максимальные настройки графики обе видеокарты работают почти на сто процентов бенч съедает по четыре с половиной гигабайта видеопамяти процессор перестал лихорадить несмотря на то что тоже периодически загружается на сто процентов в этот раз фрейм тайм почти ровный хотя на 2070 присутствуют небольшие скачки обе видеокарты показали очень высокий результат производительности во встроенном тесте с разницей всего в два кадра в пользу 2070 показания fps монитор и встроенного бенча практически совпадают что 2070 что 2060 супер отлично подойдут для этой игры в разрешении 2к на максимальных настройках графики теперь запустим ведьмак 3 с модом на графику hd reworked project улучшающий качество текстур в разрешении full hd 2060 супер грелась немного сильнее своего старшего собрата разница fps уже более чувствительно 64 против 78 в пользу 2070 меняем на 2к и тут уже разница почти незаметно 55 кадров в среднем у 2060 с и 58 у 2070 до стабильных 60 кадров в 2к разрешении в ведьмак 3 не дотягивает обе карты но фрейм тайм ровный играть в принципе комфортно думаю если отключить моды вы получите стабильные 60 кадров на обеих картах в разрешении 2к теперь встроенный бенч far cry новый down full hd у 2060s встроенный тест кушает 6 гигабайт видеопамяти а у 2070 5 и 6 обе карты показали примерно одинаковый результат по fps монитар 80 и 82 кадра а вот встроенный бенч говорит про 103 и 105 кадров соответственно в 2к разрешении показания снова разнятся по fps монитар 64 против 66 в пользу 2070 по встроенному бенчу 78 против 81 в любом случае обе карты в 2к разрешении выдают больше 60 кадров теперь запустим метро исход и начнем с full hd все настройки на максимальных лучи на высоком и тут обе карты показали себя хорошо 81 и 83 fps в среднем а вот в 2к разрешении обе видеокарты не выдали средний fps больше 60 у 2060s это 56 кадров у 2070 58 никаких скачков или замираний фрейм тайм ровный и тут разница между двумя видеокартами почти незаметно 2060s отстает всего на пару кадров к слову метро исход одна из немногих игр которые за последнее время я прошел полностью моя 2070 спокойно тянула эту игру в разрешении 4к с отключенными лучами теперь battlefield 5 все на ультрах в том числе и лучи full hd средний показатель fps 66 у 2060s и 71 у 2070 обе видеокарты загруженные почти на сто процентов но фрейм тайм почти гладкий никаких серьезных лагов или замираний все плавно и красиво меняем разрешение на 2к настройки те же в этом случае 2060 super уже не может в 60 кадров средний показатель у нее 50 fps 2070 все еще держится в пределах 60 кадров разница уже более заметно теперь ставим лучи на средний настройки 2060s добавила 7 кадров до 57 в среднем 2070 всего три кадра до 63 в целом в battlefield 5 обе карты справились хорошо но тут можно сразу понять что с 2060 super да и в принципе 2070 в эту игру в 4к на максимальных настройках графики никак не поиграть в комментариях просили танки не будем мелочиться world of танк в 4к на максимальных настройках графики и здесь обе карты показали себя на отлично средний fps в конце теста 82 кадра у 2060 super и 90 кадров у 2070 думаю это более чем достаточно ну и напоследок еще один популярный онлайн проект cs go игра в которой дядю мишу убивают каждые 10 секунд вообще не напрягает наши карточки что неудивительно в разрешении 2к больше 200 fps у обоих играть одно удовольствие если умеешь конечно теперь как и обещал поговорим про главных конкурентов новых суперов radeon rx 5700 xt тесты возьмем с авторитетного сайта techspot.com в battlefield 5 красная карта уделывает 2060s в разрешении 2к сразу на 24 кадра да что там говорить radeon rx 5700 xt в battlefield быстрее даже rtx 2080 а вот в rainbow 6 разница в 2к почти незаметно 4 кадра в секунду в пользу красных если поменять разрешение на 4к на 2 кадра вперед вырывается 2060 метро исход 68 против 72 в пользу 5700 xt еще раз напомню это показатель без включенной трассировки лучей в 4к разрешение опять же вперед вырывается 2060 super lara croft в 2к высокие настройки графики 5700 xt снова опережает 2060 супер на 7 кадров 4к ситуация не поменялась впереди 5700 xt но разрыв сократился всего три кадра в секунду assassin в обоих разрешениях карты идут практически вровень при разрешении 4к 2060 вырывается вперед но всего лишь на один кадр в секунду как я и говорил в начале видео rx 5700 xt оценен в ту же сумму но уже на 6 8 процентов быстрее чем geforce rtx 2060 супер и пусть nvidia умерила свои аппетиты в средне-высокой категории быстродействия амд по-прежнему продает fps за меньшие деньги пользу rtx 2060 супер играет возможность включения трассировки лучей который нет у нави и как мы выяснили из этого теста справляется с этой задачей она на отлично по крайней мере в разрешении full hd в скором времени появится еще больше игр с поддержкой трассировки в частности дайнлайт 2 watch dogs легион и конечно же майнкрафт а 16 апреля 2020 года появится долгожданный киберпанк 2077 rodeon rx 5700 xt не так сильно перевешивает rtx 2060 супер в играх без трассировки чтобы выбор был легким если вам не так важна поддержка лучей я бы посоветовал взять все-таки 5700 xt или даже 5700 которая успешно ставит на место обычную 2060 но вот если вы хотите больше света лучей и отражений в своей жизни берите супер ну вот и все друзья напишите в комментариях какую из этих видеокарт выбрали бы вы не забудьте подписаться и оценить этот ролик а я с вами прощаюсь с вами был мк до скорых встреч